МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала СТВ продолжает новости. В студии Ирина Мартьянова. Добрый вечер. Коротко о главном. Теракт в Турции. 6 человек погибли, более 20 ранены. Оружие, как аргумент, в борьбе за пассажиров. В Гродненской области сдержали таксистов, расстрелявших микроавтобус своих конкурентов. В материалах уголовного дела разбирался Юрий Корнелович. Клёвое дело. В Столбцовском районе начали выращивать радужную форель. Станет ли Беларусь второй Норвегией? Все подробности расскажет Ольга Коршун. Дивиденды Евразийского экономического союза и новые правила при получении прибыли с помощью вкладов и депозитов. Через несколько минут в экономическом обзоре Алексея Мартиненко. Объяснят по телефону и приличные встречи в Гомель горячей линии по вопросам начисления оплаты за услуги ЖКХ. Коммунальный ликбез в материале Александра Добрияна. Сквозь века на родину. Из Великобритании в Беларусь вернулось наследие Скорины. Срочные новости в эти минуты переходят с юго-востока Турции. В городе Дьярбакыр недалеко от автовокзала сдетонировало взрывное устройство. По предварительной информации погибли 6 человек и еще 23 ранены. Сообщается, что скорее всего мишенью неизвестных был бронированный полицейский автобус. Он проезжал по улице, когда прогремел взрыв. К месту происшествия сейчас съезжаются автомобили полиции скорой помощи. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка. В последнее время в Турции участились теракты. Последним кровавым происшествием стал теракт в центре Стамбула. 19 марта на популярной у туристов улице себя подорвал смертник. Тогда погибли 5 человек. А 17 марта крупный теракт в Анкаре унес жизни 37 мирных жителей. А в Литве прошли масштабные похороны сельского хозяйства. Акцию протестов в погребальном антураже местные фермеры провели, чтобы напомнить Старому Свету. Дела в аграрном секторе, хоть венки и заказывай. Убытки в десятки миллионов евро, а помощь от ЕС с весьма низким процентом жирности. Ольга Петрашевская о литовском бизнесе от земли. В этой процессии траур по всем правилам. Портрет условно почившего с черной лентой наперевес. Гробы и сочувствующие скорбными лицами. В последний путь в Литве символически провожали молочную отрасль. Когда мы встречаемся с Еврокомиссией, то всегда говорим, что в Литве самая худшая ситуация в сельском хозяйстве. Уже даже не рога и копыта от отрасли остались в том числе из-за санкций Евросоюза в отношении России. Лишь за год минус 75 миллионов евро. И это только в молочке. Производители гремят черными бидонами. Говорят, что нынче полезный товар приходится продавать ниже себестоимости. Цены упали ниже плинтуса. Сегодня мы получаем примерно 18 центов за литр. Так это у нас экологически чистое молоко. А другим вообще платят 15-16 центов. Это почти вдвое меньше, чем затраты на производство. Помощь же от ЕС, по словам фермеров, утекла так же быстро, как молоко за 15 центов за литр. Минувшей осенью Еврокомиссия пообещала выделить сельским бизнесменам 500 миллионов евро. Так сказать, чтобы было на кого вешать бубенчик. Все бы хорошо, но вот убытки агрария в Старого Света уже тогда приближались к 6 миллиардам евро. Если они воюют, то это не наше дело. Или дайте рынке, или компенсацию дайте. У вас государственные заводы. Так все легче, все решается. Конечно, вашим фермерам легче, вашим заводам легче, потому что готовится все по плану, все куда знает, куда продает. А у нас мы стремимся, чтобы было каждый, что прибыли. А сейчас как не получаем, нам как выжить. Пока же, судя по акции протеста, о выживании речи не идет. Слишком уж прискорбная риторика мероприятия. Венки из травы, дескать, жевать ее все равно некому. Словно привет от фермеров с самого дна молочных рек. Дескать, с таким бизнесом от земли пока только остается, что отбросить копыта. Ольга Петрашевская, Марина Павлоградская, телекомпания СТВ. Ну а в Белоруссии всерьез занялись разведением ценных пород рыбы, к примеру, форели. Сегодня в стране созданы специальные фермы, где в поистине королевских условиях выхаживают 50-граммовых мальков. Чтобы вырастить их до нужного размера, в хозяйствах используют самые передовые технологии. Какие, знает наш корреспондент Ольга Куршун. Здесь настоящий рай для рыбака. Правда, ловить в этом месте запрещено. Это хозяйство на реке Сула выращивает форель в промышленных масштабах. Открылись только в феврале, а продали уже 12 тонн ценной рыбы. Мощность хозяйства позволяет производить более 130 тонн в год. В дальнейшем, один из таких направлений, которые мы видим, это выращивание форели на икру. Потому что уже попадаются экземпляры больше килограмма, уже порядка до 5-7% от массы рыбы – это икра красная. По вкусовым качествам она практически не уступает той икре, которая поступает с Российской Федерацией. Директор признаётся, сразу мало кто верил, что разведение форели – клёвое дело, рыбокапризное. Но без труда её не вытащишь из пруда. А в нашем случае – из бассейна. Ловись, рыбка большая и маленькая. Вот это настоящая белорусская форель. Сейчас только в этом бассейне 7 тысяч штук. Средний вес рыбки – 700 граммов. Дорастает она до таких размеров примерно за полгода. И вот эта рыба уже в апреле попадёт к нам на прилавки. За полгода одна форель съедает около килограмма корма. Пока он российского производства. Но рыба уже попробовала и белорусский обед. Вскоре в промышленных масштабах корм будут производить в жабинке. Вся система на строгом контроле. Каждый день – пробы воды. На содержание нитратов, нитритов, железа и кислорода. Проверяет состояние здоровья рыбы. Одним словом, форель хоть и радужная, но на вес золота. Некоторые её виды занесены в Красную книгу Беларуси. Содержание железа минимальное. При выращивании товарной рыбы свои нормативы. При выращивании малька ещё более требовательны. Всё это сказывается, в первую очередь, на питании рыбы. Обеспечить белорусов ценными породами рыбы – задача государственного уровня. Беларусь, конечно, второй Норвегии вряд ли станет. Но своя форель однозначно составит конкуренцию импортной. Задача стоит такая, что мы должны выйти на 3,8-4 тысячи тонн производства ценных видов пород рыб. И не меньше 24-27 прудовой. С введением в строй второй очереди мощность производства возрастёт до 270 тонн рыбы. К делу уже готовы и открытые бассейны. Новосёлы здесь появятся в конце апреля и будут жить до конца ноября. Ольга Коршун, Сергей Васюкевич, телекомпания СТВ. Дивиденды интеграции. Минсельхоз России просит правительство предоставить преференции партнёрам по ЕАЭС. Кого коснул ценного введения, узнаем у нашего экономического обозревателя Алексея Мартинёнка. Алексей, я так понимаю, союзное импортозамещение набирает обороты? Добрый вечер, Ирина. Действительно, Россия ограничит госзакупки импортного продовольствия в пользу Беларуси. Речь об основных продуктах питания. На рынке Федерации вне конкуренции будут наши производители рыбы, мяса, молока, соли, сахара. Всего в перечне 23 наименования. В ход пойдёт правило третьего лишнего. Если на тендер поданы как минимум две заявки от России или стран Евразийского экономического союза, то предложение от иностранного производителя отклоняется. Это очень хорошее решение, верное, потому что, собственно говоря, Евразийский союз для этого и создавался. И вот это именно те интеграционные процессы и те эффекты, которые мы ждём, и которые повлияют положительно и на состояние наших производительских хозпродукций, и для тех, кто перерабатывает её, и готов увеличить поставки на Российскую Федерацию. В ночь с пятницы на субботу и до восьми вечера первого выходного дня будут недоступны некоторые банковские операции, в том числе при оплате наличными. Причина – проведение технологических работ крупнейшим банкам страны. В частности, нельзя будет оплатить услуги некоторых организаций, пополнить депозитные счета и погасить кредиты. Оплатить услуги операторов мобильной связи можно будет с помощью банкоматов. Белорусские велосипеды теперь можно будет купить на рынках. Перед началом велосезона завод-производитель обратился с такой просьбой в Минторг. Проект постановления ещё готовится, но министерство в своём сообщении уже дало зелёный свет торговле двухколёсной техникой. Судя по всему, рыночная амнистия коснётся также бензопил и мотоблоков. Посмотрим, поможет ли такой шаг конкурировать с импортными аналогами на белорусском рынке. На валютно-фондовой бирже сегодня состоялись очередные торги. Доллар вырос незначительно – всего на 6 рублей. Евро подорожал на 49, а курс российского рубля снизился почти до 297 белорусских. Теперь мы в курсе. Это были новости экономики. В Гомеле жировки отныне расшифровывают по телефону. На все вопросы жителей отвечают сотрудники расчётно-справочных центров и всех подразделений ЖКХ. В день здесь раздаётся до полутора тысяч звонков. Наш корреспондент Александр Добрьян о том, как проходит коммунальный ликбез. Подскажите, пожалуйста, я бы хотела узнать, как производится на данный момент оплата за свет в помещении, то есть в подъезде и за использование лифтом. Коммунальные услуги за февраль Марина оплатила сразу, как пришла жировка. По принципу, сколько написано. Желание самой разобраться, что к чему, подстегнул всеобщий ажиотаж вокруг коммунального вопроса. Все хотят знать, за что всё-таки они платят. И позвонив на горячую линию, можно услышать чёткий и ясный ответ на этот вопрос. В день на телефоны горячих линий ЖКХ в Гомеле обращается до полутора тысяч горожан. Самая жаркая пора – неделя после получения жировок. Люди, которые платят деньги, хотят знать, за что они платят. И достаточно активно работают наши специалисты по разъяснению. Мы организовали горячие линии в городском ЖКХ. К полутора тысячам позвонивших ежедневно прибавляется не меньше тысячи лично, пришедших разобраться в цифрах и тарифах. В расчётно-кассовых центрах готовы считать, объяснять и показывать. Мне объяснили, какая в январе была 28-го, какая сейчас. Уже я оплатила. И поэтому мне теперь понятно, что понижен тариф. А вот Виктор Васильевич сам привык перепроверять в жировке каждую запятую и другим объяснять, что к чему не против. В полтора десятка лет на добровольных началах он возглавляет домовой комитет. Главная цель пенсионера – убедить жильцов самим считать свои деньги. Есть ещё и пассивность самих жителей. Ведь многие не вникают. Особенно те, которые работают. Я говорю, ну когда будете пенсионерами на пенсии, вас, так сказать, сама жизнь заставит вникать в эти жировки. Откуда эти берутся цифры и так далее. Виктор Васильевич констатирует, в его девятиэтажке интерес к подсчётам в этом месяце упал пропорционально снижению сумм в коммунальных счетах. Однако не теряет надежды, что когда-нибудь каждый белорус сможет безошибочно объяснить любую цифру в жировке. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомель. Грамотный руководитель и команда – главная составляющая успеха на предприятии. Своё мнение озвучил вице-премьер Анатолий Калинин, посещая некогда проблемное предприятие Молодещинского района. Результаты антикризисного управления уже заметны. К примеру, один из крупнейших производителей стройматериалов в СНГ сейчас работает в три смены, ведь количество заказов увеличилось втрое. Для футболного стадиона в Калининграде, где будут проходить чемпионат мира по футболу, ежедневно одружаем порядком 100-120 тонн металлоконструкции на экспорт. Ведутся переговоры по поставке в Германию 500 бытовых городков. Также заинтересованность есть у иранской компании. Прежде всего руководителю предприятия быть хозяином. Он должен быть хозяин и считать, что это его родное предприятие. И все ресурсы, все финансовые потоки, все затраты он должен пропускать через себя, через свою идеологию и сознание, чтобы видеть и расходовать тот бюджет, те возможности максимально эффективно. Тем временем в Беларуси приступили к подготовке специалистов в сфере строительства по новым стандартам и технологиям. Стартовой площадкой для развития белорусской школы сухого строительства станет учебный центр Белгипс Волма. Он открылся сегодня на базе Института повышения квалификации и является удачным примером государственно-частного партнерства. Тему продолжит Валентина Железная. Специалистов по сухому строительству сегодня готовит весь мир. Профессия востребована, ведь на смену классической мокрой штукатурки пришли технологии облицовки гипсокартонными листами и сухими строительными смесями. Производство качественных отделочных материалов в Беларуси налажено, а вот мастеров с образованием на рынке труда нет. Поэтому создание площадки для подготовки квалифицированных кадров продиктовано временем. И это тот случай, когда в результате заинтересован и бизнес, и государство. Учебный центр Белгипс Волма – плод совместной работы завода Белгипс между тростлевого института повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ и Республиканского института профобразования. Это очень хороший пример, прецедент, я бы сказал. У него очень многое значение придается развитию частного государственного партнерства. И оно сводится не только к финансированию, оно сводится и к заказу, к формированию заказов, созданию условий совместных государства и частных партнеров и так далее. Ну, в том числе, многоканальное финансирование. Расходы, связанные с обучением, взял на себя основной акционер Белгипса – международная компания Волма. Центр обеспечен всеми необходимыми материалами и инструментами для практических занятий. Основная цель – это, конечно, научить наших строителей, и не только строителей, и инженеров, и ТР, и, конечно же, тех же студентов, которые первый раз взяли в руки шуруповерт или кусок гипсокартона, чтобы не знать, что с ним делать. То есть соблюдение технологий, скорость монтажа и качество выполняемых работ. На сегодняшний день это единственный образовательный центр, который готовит по новым специальностям – сухое строительство. Так как мы имеем самый многолетний опыт, 68 лет заводу, мы имеем практический опыт, поэтому мы и вводим, единственные производители. Сейчас на базе центра проходит обучение преподавательский состав и 12 учеников, которые примут участие в республиканском конкурсе по сухому строительству WorldKills Belarus. Победитель представит Беларусь на чемпионате мира. А уже летом в Беларуси начнется прием первых абитуриентов СУЗы на специальность мастер сухого строительства. Валентина Железная, Иван Боровой, телекомпания СТВ. Беларусь-Россия. Два десятка лет интеграции. Чрезвычайный полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков сегодня подвел своеобразный итог к союзническим отношениям. Дипломат особенно отметил нынешний курс на промышленную кооперацию, взятый нашими странами. Сейчас этим процессом охвачено около 8 тысяч предприятий в двух государствах. В том числе в России есть почти 40 белорусских сборочных производств. Некоторые из них выросли в промышленные гиганты. Возрос значительно процесс взаимодействия российских регионов и белорусских регионов. 80 областей России, областей, субъектов федерации, имеют договора, соответственно, с правительством Беларуси или с руководством соответствующих областей и городов Республики Беларусь по экономическому взаимодействию. Я не говорю о культурном, там и о других вещах. Очень здорово в нашем наведении мостов экономических помогает и союзное государство. Ведь там реализуются 42 экономических программы. Грант на 70 тысяч евро. 30 районов Беларуси получат возможность участвовать в совместном пилотном проекте Евросоюза и ООН. Его суть в том, чтобы создать прямо на местах инициативные группы, куда войдут представители власти, бизнеса и простые жители. Им и предстоит определить уникальные особенности и проблемы своего населенного пункта, а значит вплотную заняться развитием региона. Средства можно будет потратить на решение локальных проблем и реализацию проектов в экономической и социальной сферах. Мы будем использовать подход, который рассчитан на поддержку местного населения, чтобы на местах люди сами определяли проблемы, которые у них есть, и вырабатывали решения, которые подходят именно для них. К примеру, человек, который знает все проблемы, связанные с транспортной сферой, не обязательно министр транспорта. Скорее, это человек, который добирается на работу на автобусе. Важно, что этот проект дает возможность и местным властям, и представителям бизнеса, и обычным людям объединить усилия и сделать жизнь своего района лучше. И к теме, которая уже не одну неделю держит в напряжении перевозчиков и пассажиров Гродненского региона. Здесь развернулась самая, что ни на есть криминальная история. Напомню, в ночь с 10 на 11 марта в Кареличах обстреляли пассажирский микроавтобус. По одной из версий, причиной разборок стал конфликт интересов в сфере перевозок. Другими словами, конкуренция. И вот сегодня стало известно, что сотрудники милиции задержали двух жителей Гродненской области, которых подозревают в обстреле. В непростом деле разбирался наш корреспондент Юрий Корнелович. Водитель маршрутного такси Алексей, забирая свой микроавтобус с общественной стоянки в Кареличах, буквально замер от шока. На окнах виднелись пулевые отверстия. Накануне вечером он сделал рейс из Гродна, а утром собирался везти пассажиров обратно. Ночью в машине оказались прострелены три стекла. По счастливой случайности просто там никого не было. Мы просто в шоке. Подходили к водителям, они угрожали. Угрожали, но всё это было на словах. Что дело так закончится этим, никто не мог представить. С недавних пор направление на Кареличи для гродненских перевозчиков считается, мягко говоря, неблагополучным. Местные таксисты видят в коллегах из областного центра угрозу для своего бизнеса и стараются любыми способами убрать конкурентов. Коллега Алексея Рыбалка, тоже Алексей, говорит, что в такую поездку необходимо брать с собой как минимум бейсбольную биту. Угрожали неоднократно, водителям всем нашим угрожали. Началось всё это с откручивания колёс по ночам. Выхлопную систему пеной монтажной пенили, чтобы как-то навредить старались. Расстрел маршрутки на стоянке стал последней каплей в натянутых отношениях областных и районных перевозчиков. Алексей написал заявление в милицию. Нашли бандитов быстро. Карелические гангстеры умудрились попасть в поле зрения единственной в том районе видеокамеры. Разборка в стиле лихих 90-х стала причиной возбуждения уголовного дела, но оказалась бесполезной. Подозреваемые шли на дело, думая, что наказывают своих конкурентов. Но пострадавшие автомобили перевозили пассажиров совершенно по другим маршрутам. Данные люди были задержаны на территории райцентра. На сегодняшний день собрана определённая доказательная база, в том числе и изъята запись камер видеонаблюдения, где двое схожих по приметам людей направляются к месту совершения преступления. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Маршрутное такси Алексея, на котором он обычно ездил с Гродно в Кареличе, в тот день сломалось. Нашли замену, сняли с рейса в Минск автомобиль. Столичная маршрутка подействовала на карелических горе перевозчиков, как красная тряпка. Такая неразборчивость может вылиться им во вполне реальное наказание. Юрий Корнелович, глава Пентелекомпании СТВ, Гродненская область. В Беларусь из Великобритании вернулось наследие с Карины. Правда, пока его цифровой вариант. Виртуальную копию Беларуси передал Кембридж. Речь о первой книге царств, изданной печатником в Праге в начале 16 века. Экземпляр не полный, а лишь фрагмент издания. Но, как утверждает наш корреспондент Анастасия Бенедесюк, это нисколько не преуменьшает его значимости для белорусской культуры. Для библиотеки, да еще и перед фасадом которой установлено 6-метровое бронзовое извояние белорусского первопечатника. Его с Карины наследия не на вес золота. Оно здесь бесценно. Сегодня в Национальном книгохранилище лишь 10 вниманий из 500 известных оригинальных изданий. И все фрагменты. А потому каждое слово просветителя белорусского воспринимается у нас как национальная святыня. Даже в варианте электронном. Это выдание, правда, редкое, уникальное, неведомое. Ну, скажем, терроринкогнито. Я, насколько я вижу, ни один из живых белорусских доследчиков не видит его на властной вочи. Переговоры с библиотекой Троицкого колледжа в Кембридже велись почти три года. Подключились и белорусские миты, и наше посольство в королевстве. Небезучастные остались и белорусы, проживающие в Великобритании. За круглым столом все стороны собрались в октябре прошлого года в Лондоне. Олесь Суша был среди них и даже презентовал там фоксимильное издание Скорины. Диалог получился конструктивный. А потому как бонус фонды национальной библиотеки передан еще и дополнительный материал. Поздний переплет, страницы с экслибрисом Троицкого колледжа и даже записи второй стороны с возможными вариантами создания книги. Как книга, названная британскими экспертами, «Bible White Russian», «Белорусская Библия», выказываются в мерковании про махчимость у делу Скорины у лесовозначальных падеях европейских 16-го стагодия, как, например, Венский конгресс 1515 года. Первая книга «Царств Скориной» была издана в 1518 в Праге. Кстати, именно пражские публикации белорусского первопечатника и отличаются особой художественностью. Много иллюстраций, заставок, инициалов в технике гравюры на дереве. Электронный экземпляр в Беларусь передан абсолютно бесплатно. В Великобритании Скорина есть еще в нескольких библиотеках. Со всеми идут переговоры. Меж тем на днях первую книгу «Царств» опубликовали таки на сайте того самого Троицкого колледжа, где только четыре позиции – Ньютон, Шекспир, Скорина. Самый амбицийный наш план – привезти сюда, конечно, всю спадшину Скорину, и собрать книги из всех краин, где та испадшина не была выявлена. Хочется, у жнивника-стречнику наступного 2017 года мы будем иметь такую махчимость. Анастасия Бенедесюк, Алексей Колупанко, телекомпания СТВ. На этом пока все. Больше новостей в интернете по адресу tctv.by. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Итоги дня мы, как всегда, подведем за полтора часа до полуночи. И я прощаюсь с вами до этого времени. Редактор субтитров А.Семкин